Всем привет, дорогие друзья! Привет от Диты из Канады! Сегодня будет видео-болталка о Каннском фестивале. На самом деле, меня попросили высказать свое мнение, даже не свое мнение, а рассказать о том, как оценивают фильмы победителя, как оценивают Каннский фестиваль в Америке, в Канаде. И мое тоже впечатление о нарядах, о том, кто как был одет. И я, выполняя просьбу моей подписчицы, записываю это видео. Странный свет, у меня из окна в очко отсвечивает как-то. Ну, я надеюсь, что вас это сильно не отвлекает. Я, во-первых, хочу сразу сказать, по поводу того, что говорят в Америке о Каннском фестивале, то, в общем-то, говорят ничего о Каннском... Вернее, так же, ничего не говорят, особенно о Каннском фестивале. Все источники, которые я нашла о Каннском фестивале, я искала на русском языке, потому что на английском языке практически найти информацию о Каннском фестивале было достаточно сложно. Было несколько статей, CNN, там, в каких-то таких новостных изданиях, но, в принципе, чтобы вот так вот освещалось, наряды, кто в чем пришел, фильмы, какие фильмы победили всех артистов. Это, ну, в общем, ничего такого в американской прессе нет. Я вам объясню, почему. Потому что, на самом деле, в Америке, в Северной Америке, их искусство, кино и музыка, и все это только вот наше американское. Все, что делается в Европе, европейские фильмы, европейское искусство, европейская музыка, европейские музыканты, здесь, в Северной Америке, практически о них никто не знает. И, в общем-то, какие-то фестивали, какие-то премии, награждения. Все это очень... Ну, в общем, надо быть большим специалистом, большим любителем этого дела, чтобы найти про эту информацию. Даже вот такое, как бы, масс-медийное событие, как красная дорожка, наряды и так далее, в общем-то, где-то что-то мелькало. Но, в основном, вот еще раз повторюсь, все, что я находила, это все было в русскоязычных источниках. А уж там про фильмы, про артистов, это вообще, как бы, мало кто об этом писал. Ну, потому что местное, как бы, население, они живут своей культурой. Европейская культура для них очень далека и непонятно. У нас есть Голливуд, и, в общем, вот и все, собственно говоря. Что может быть лучше Голливуда, что может быть интереснее. Больше, в общем-то, ничего их не интересует. На самом деле, для меня это было большое удивление, когда мы приехали в Канаду. Я с удивлением обнаружила, что они вообще практически не знают ни европейских музыкантов, ни европейских режиссеров, ни фильмы, ни... Ну, в общем, ничего, собственно говоря. Все у нас тут свое, как бы, локальное, американское. Поэтому, естественно, и Каннский фестиваль, несмотря на то, что на Каннский фестиваль приезжает очень много американских артистов, голливудских артистов, моделей и так далее, но, тем не менее, освещается он очень скудно. И бедно, никого это не интересует. Люди вообще не знают, что это такое. Ну, вот, публика, если у людей спросить. Вот, поэтому... Вот такая ситуация. Поэтому рассказать о том, что пишут в нашей прессе о Каннском фестивале, и как вообще интересуются Каннскими фильмами, и кто выиграл, и кто победил, я, к сожалению, не смогу, потому что, в общем-то, не интересуются. Вот, правда, скажу, что никого это не интересует, никому это не нужно. Теперь, что касается нарядов. Я хочу высказать свое мнение по этому поводу. Естественно, поскольку я смотрю русскоязычных блогеров, и я все-таки продукт европейской культуры, как вы не хотите, я, естественно, меня это интересует, и я знаю происхождение Каннского фестиваля. Я не могу сказать, что я очень много слежу за европейскими фильмами сейчас, но, как бы, вот, поскольку я любитель одежды, украшений, тряпочек и так далее, то Красная Дорожка меня интересует, причем любого фестиваля, также и наших голливудских, и также европейских. Кстати, вот из всех европейских, я хочу сказать, фестивалей, единственное, по-моему, БАФТа, который происходит в Лондоне, вот этот фестиваль, он очень, ну, как бы, более или менее освещается здесь, в Канаде, в Штатах, не знаю, в Штатах, в Канаде, потому что все-таки это Лондон, это Англия, это, как бы, близкая к нам культура, а вот все эти французы с их фестивалями, нам, как бы, они не близки, хотя у нас есть большая провинция франкоязычная, очень много канадцев, есть франкопоны, это те, которые выросли на французском языке, и, в общем-то, французский язык их родной, и они, кстати, знают намного больше о французской культуре, как мне кажется, девочки из Квебека, поправьте меня, чем англоязычные канадцы. Во всяком случае, когда мы ездим во французскую Канаду, там по радио крутят музыку, крутят французскую, то есть, частично это их Квебекская музыка, частично это музыка французская из Франции, то есть, я думаю, что они как-то больше, как бы, с этим, ну, вот, а в англоязычной Канаде совсем-совсем про это как-то никто ничего не знает. Ну, давайте перейдем к нарядам. Я хочу сказать, что, безусловно, я отмечу самые яркие, я не обзорщик нарядов, есть очень много было видео на эту тему о нарядах, красная дорожка Каннского фестиваля, самые лучшие наряды, самые худшие наряды, в общем, все-все-все. Я хочу сказать, что я не профессионал, не стилист, не историк моды, не ведущий каких-то телепередач, которые занимаются освещением красных дорожек. я просто вот со своей точки зрения человека, который смотрит это и ну вот просто как женщина, которая любит красивую одежду. Вот. Я хочу сказать, во-первых, меня очень порадовала красная дорожка Каннского фестиваля по сравнению с красной дорожкой голливудской будет последний Оскар, который у меня есть видео на канале и почему-то его особенно никто не смотрел, но я хочу сказать, что я там сильно их раскритиковала, великий критик моды, как я, я раскритиковала их, потому что на самом деле там ну вот как-то вот здесь у нас пошла такая тенденция постпандемийная или что-то такое, что вот давайте все оденем кроксы, пижамы и пойдем на красную дорожку. Ну вот что-то такое. Народ не старался, народ пришел бы в чем. И, кстати, про кроксы я не шучу, потому что на красную дорожку Оскара один артист, певец, кто он, я не знаю, пришел в кроксах. Золотых, правда, но в кроксах. Так вот, я хочу сказать, что красная дорожка в Канне, в Каннах была потрясающая. Это была настоящая красная дорожка с нарядами, прекрасной одеждой, прекрасными женщинами, украшения, косметика, все было как надо. Никто не пытался ничего доказать, что нам не нужны больше наряды, что мы не хотим больше наряжаться, мы хотим быть скромными, мы хотим быть с народом вместе. Вот всего этого не было в Каннах, чему я очень рада, конечно, и благодарна, в общем-то, звездам нашим, американским и европейским, за то, что они не поддались на эту дурацкую, с моей точки зрения, голливудскую моду, что вот давайте будем, будем вот такие вот, вот как народ, и не будем тут выпендриваться и выряжаться. Потому что я считаю, что красная дорожка – это красная дорожка, фестиваль – это фестиваль, люди любят смотреть красивые наряды и, в общем-то, красивых нарядных звезд, красивых нарядных украшениях. Людям это нравится, как вы не хотите. Ну вот, не скажу за всех, скажу за себя. Что меня очень порадовало на красной дорожке в Каннах, во-первых, как женщина 50+, я хочу сказать, что меня очень порадовало невероятное количество не молодых, а довольно-таки возрастных актрис, которые потрясающе выглядели, великолепно, которые не были надуты как воздушные шарики с этими совершенно неестественными прооперированными и надутыми лицами. Многие из них были в невероятных морщинах одеты. Ну, в общем, не стесняясь своих морщин, они вышли на красную дорожку, демонстрируя их, особенно не стараясь как бы молодиться и выглядеть моложе. Я хочу сказать, что я когда читала отзывы о красной дорожке и о возрастных актрисах, очень многие писали, вот, учитесь, как надо стареть красиво, вот, они ничего не делают, никаких процедур, и вот, они вот такие молодцы и все такое. Я, как человек, который делает процедуру, у меня есть тоже видео на канале на эту тему, и который немножко разбирается в этом, и который тоже возрастной человек, я вам должна сказать, что я, они, конечно, делают, они, безусловно, делают процедуры, просто они их делают со вкусом, в меру, не перебарщивая, и таким образом, как бы выглядит это, как будто бы они, естественно, стареют, поверьте мне, они не стареют, естественно, у них там много чего тоже сделано, просто это как бы не выглядит нарочито и не выглядит явно, и в принципе, я считаю, что это правильный, правильный путь, как бы выглядеть хорошо на свой возраст, не стараться выглядеть там на, как будто вам 30 лет, потому что в 50-60 лет выглядеть на 30 лет невозможно, когда вы пытаетесь этого добиться, вы просто превращаетесь в какую-то пародию на 30-летнюю женщину. Все видят, что вам много лет, мы просто видят, что вы очень стараетесь, и это как бы тоже нехорошо. Из пожилых дам я хочу вам сказать, что очень мне понравилась Эллен Мюрри. Это вы, наверное, все ее знаете. Ей, по-моему, лет за 70, если вокруг 70. Она была в шикарнейшем совершенно желтом платье, которое в желтых туфлях. Это было потрясающе совершенно красиво. Несмотря на такой яркий цвет платья, несмотря на ее возраст, это было, посмотрелось хорошо для ее возраста. Оно было не очень длинное, это платье. Оно было чуть не до пола, а ниже колена. В общем-то, очень по-молодежному такое, знаете, летящее легкое платье, ну, потрясающего цвета. И вот это, кстати, доказывает то, что не обязательно женщине в возрасте носить какие-то такие спокойные мрачные тона. Вот человек в ярком желтом платье, она выглядела шикарно. Она не выглядела, как кто-то, кто молодится, и кто-то старается выглядеть моложе. Несмотря на вот яркость этого наряда, она выглядела прекрасно в нем. Я хочу еще сказать про наряд Шерон Стоун. Ну, опять же, повторюсь, она выглядела... Она выглядит великолепно. У нее есть морщины, она не выглядит, как 30-летняя женщина. Это ясно. Она выглядит, как женщина своего возраста, прекрасно выглядящая женщина на свой возраст. И вот это вот платье от Дольче Габбана, голубое, все вот в цветах, как клумба. Его страшно раскритиковали все критики моды. Я вам хочу сказать, что мне оно понравилось, вот поверите или нет. До того, как я прочитала о том, что это ужасное платье, до того, как я прочитала о том, что это какая-то клумба, вообще Дольче Габбана вообще сошли с ума, и это не подходит ей, потому что это не ее стиль. Она действительно никогда так не одевалась. Она действительно всегда выглядит довольно так строго, элегантно. И тут вдруг она пришла вот в таком вот бальном платье, белоснежке, золушке какой-то такой диснеевской принцессы, голубого цвета, усыпанной безумными аппликациями цветов. И вы знаете, что я хочу сказать? Первый мой взгляд, когда я увидела, я сказала, вау, вау, как красиво, шикарно. Потом я стала читать эти разборы, они все написали, фу, это так плохо, это так некрасиво, это так неэлегантно. Но вы знаете, что вот я считаю, что человек может себе это позволить. У нее настолько благородная внешность, у нее настолько изысканная внешность, что она может носить все, что угодно. Она может носить леопарда, она может носить дурацкие цветочки, воздушное платье принцесс диснеевских, все, что угодно она может надевать. Она может носить все, что угодно, на мой взгляд. Поэтому я, если честно, мне понравилось. Это было так свежо, это было так необычно. Ну да, она всегда выглядит по-другому Ну и что? Ну почему в этот раз она не могла выглядеть? Я вообще не считаю это платье безвкусным Если честно, мне кажется, что оно потрясающе Не кидайте в меня тапки Но если честно, оно мне действительно нравится Я хочу еще сказать про Энди Макдавел Я помню очень хорошо эту актрису Она снималась где-то в 90-х, в начале 2000-х Она была мега-мега популярна Она снималась в очень многих американских фильмах И всегда играла, конечно, красоток И я как-то... Ну я знала, что она уже женщина не молодая Но... И она, знаете, очень много в последнее время Она не снималась в кино Она снималась в рекламе всяких кремов Не помню, Лореаль, по-моему, еще что-то Она там выглядела довольно так свежо, молодо И вот я увидела ее на Каннском фестивале И меня вызвало очень противоречивое впечатление То, как она выглядит С одной стороны, она, конечно, красавица Лицо, фигура великолепная Лицо... Да, у нее тоже есть морщинки Да, она состарилась, как все нормальные люди Она выглядит на свой возраст очень хорошо И у нее прекрасные, прекрасные фигуры Прекрасное лицо, хорошая кожа Но вот волосы... Да, я знаю, что очень многие... Сейчас есть такой тренд Не красить седые волосы А оставаться в естественном цвете В седом естественном цвете Я не могу сказать, что это плохо или хорошо Это очень зависит от человека Очень зависит от цвета вашей кожи Вашего цветотипа, вашего лица Того, как вы выглядите И очень зависит от цвета вашей седины Потому что есть седина и разная Есть седина и есть седина Я знаю... Слежу в Инстаграме за очень многими взрослыми дамами Которые ходят с натуральными седыми волосами Им это очень подходит Их это ни капельки не старит Они выглядят шикарно Что касается Инди Макдаул Вот у меня вызвало какое-то, знаете Двойственное чувство Такое впечатление, что Молодую женщину специально пытаются состарить Понимаете? То есть вот у нее лицо... У нее глаза горят У нее бесподобная улыбка Она выглядит великолепно Но вот эти вот горящие глаза И молодая улыбка Вызывают какой-то диссонанс Вот с этими вот седыми волосами Причем, может быть, если бы у нее были все волосы седые Она выглядела бы, ну, как бы более естественно А поскольку у нее такой, знаете По-английски это называется salt and pepper Соль с перцем То есть вот такой вот седина Когда не все волосы седые А вот часть волос как бы вот седая А часть свой темный цвет И вот они перемежаются Как бы эти седые волосы Со своим еще темным цветом волос То вот мне кажется, что в ее случае Это ее очень старит Ну, как бы придает ей возраст Добавляет ей возраст Прическа Это вот кудри, понимаете Вот может быть все это вместе Создает какой-то диссонанс Может быть нужна была другая прическа Или может быть нужно было все-таки Сделать, чтобы все волосы были седые Или все не седые Ну, в общем, как-то Что-то надо было поменять На мой взгляд Я, конечно, понимаю, что у нее есть свои стилисты У нее есть свой вкус И меня никто не спрашивает Но я просто вот высказываю свое мнение Мне кажется, что тут какой-то был диссонанс Действительно с очень молодыми Горящими глазами И с очень молодой улыбкой Вот этой вот такой какой-то Неопрятной седины Выглядело это как-то вот Мне кажется, это добавляло ей Очень сильно возраста Кто еще у нас был там Из девушек возрастных Да, очень хотела сказать про Тильда Тильда Суинтон Это потрясающая женщина Вот уж где Вы знаете, человек может Позвольте выйти на красную дорожку Не накрашенной И это не вызывает такого Что вот она не старалась Вот как она так вот, знаете Как будто бы вот Пренебрежительно относится к зрителям Что она вот так вот вышла Как будто бы она ведро мусорное выносит Вот удивительное дело Во-первых, она, конечно Одна из самых Ну, оригинальных, так скажем Артисток, современных Не молодая женщина Конечно же Ну, не знаю точно, сколько лет Но она уже, конечно же Не девушка Во-первых, ее наряды Абсолютно все У нее никогда нет проколов Даже когда она Одевается в очень что-то странное Такое нестандартное Необычное А как правило Она одевается в очень странные наряды Она все равно Всегда выглядит великолепно Всегда выглядит шикарно Это никогда не выглядит нарочито Это никогда не выглядит Вот знаете Вот как Леди Гага, например Она одевает на себя что-то И это сразу видно Что человек страшно Старается эпатировать У Тильды Это не выглядит Как будто бы она старается эпатировать Это выглядит так естественно на ней, она выходит в этих каких-то безумных совершенно нарядах, со странными прическами, без косметики или с такой косметикой, которая такая нетрадиционная, так скажем. И она выглядит естественно в этом, это не выглядит, что она пытается вот показать кому-то что-то, доказать или что-то такое. Вот она вот такая, вот так она одевается, так ей хорошо, так ей нравится и в общем-то она… вот это самое главное, я считаю, понимаете, когда есть люди, которые пытаются быть оригинальными, но при этом они выглядят немножко смешно, это как бы вот проблема. Такой человек должен тогда одеваться традиционно, не то что должен, но вы понимаете, быть эпатажным надо уметь, то есть если вы выглядите эпатажным неестественно и смешно, то вам не надо стараться быть эпатажным, а вот такие люди, как Тильда, которые выглядят шикарно, естественно, свободно и легко в любой совершенно дурацкой одежде, в любой совершенно дурацкой вообще образе. А вот таким людям, да, нужно стараться выглядеть, а быть необычной оригинальной, потому что у них это получается хорошо. Это очень-очень важно. Из злотлых девушек еще хочу отметить Карлу Бруни, которая, наверное, ведьма, потому что она вообще не стареет. Шикарная фигура, шикарная внешность, даже ее показали вблизи. Даже там есть какие-то морщинки, но она все равно выглядит великолепно. Видно, что ей не 30, видно, что ей уже не 40, но она выглядит великолепно. Я считаю, что, вы знаете, у нее настолько осталась вот эта вот моложавость в лице, какая-то девичья такая грация, застенчивость, взгляд, выражение лица, что, в общем-то, как бы вот выглядит она достаточно молодой женщина, несмотря на свой возраст. Это я поговорила про девушек, вот, близких мне в возрастной категории, а из молодых, если честно, я многих не знаю. Опять же, потому что много лет уже живу в Америке, где европейские артистки и культура как бы совершенно не знакомы и не попадаются нам в таблоидах. Я хочу поговорить про платье, про Беллу Хадид, которая была звездой, конечно, Каннского фестиваля, благодаря своим нарядам, скорее всего. Я вообще, честно говоря, немножко отношусь скептически к этим восторгам по поводу ее внешности. Она, конечно, красивая девушка, она очень интересная женщина, молодая фигура, великолепное лицо. Я очень против того, что она была названа самой красивой женщиной какого-то года, каким-то журналом, я не помню, но об этом много говорили, потому что это немножко несправедливо, поскольку она очень сильно сделана, в ней очень много пластики, и ее хорошо сделали, но называть человека самым красивым человеком года, человек, который переделал себя полностью от и до, как бы это не совсем корректно, я бы сказала. Ну, пускай, ладно. Даже переделанная, даже полностью как бы с изменившимся лицом от того, какая она была оригинальна до того, какая она сейчас. Я тоже не могу сказать, что она прям такая душераздирающая красавица, дух захватывающая красавица. Красавица. Опять же, красивая женщина, девушка, интересная, безусловно, видная, так скажем, но красивая, но ладно, оставим. Платье. Платье, конечно, самое ее известное платье. Черное платье с золотыми. Тут мнения разошлись, некоторые назвали это легкие, некоторые назвали это корни, некоторые назвали это кораллы, деревья, в общем, все, что угодно. Многие сошлись к тому, что это легкие, поскольку то время, в котором мы сейчас живем, это модная болезнь, которая вокруг нас спрыгает и никак не уйдет, она поражает легкие, во-первых, и поэтому легкие стали золотыми в наше время. Хотя, Бог их знает, этих дизайнеров, что они имеют в виду, когда они делают дизайн чего-либо. Я вам хочу сказать, что, опять же, мнения разделились, но все, конечно, пришли к выводу, что это было платье, которое заслуживает внимания. И это самое главное, для чего, собственно, они наряжаются, артисты и модели на Каннские фестивали, и вообще на все остальные фестивали, чтобы их заметили, чтобы про них говорили. И это было, безусловно, платье, о котором говорили, которое все заметили, которое все обсуждали. И я вам скажу, что оно действительно очень, не то чтобы красивое, это, я считаю, что это piece of art, но вот произведение искусства. То есть это какой-то арт-объект, это не просто одежда, это что-то, что было сделано как какой-то, это все имеет задумку, это все имеет какое-то очень сложное исполнение, это все совершенно необычное, оригинальное. Я хочу вам сказать, что, может быть, это не всем нравится, и, может быть, некоторые посчитали его вульгарным, потому что у меня фактически была голая грудь, ну, в общем-то, под этими вот, под этими не то легкими, не то корнями, не то кораллами. Но никто не сделал ничего подобного, никто никогда не сделал такого платья, не это было первый раз, такое платье было воспринято неоднозначно, но это было как бы настолько оригинально и необычно, что я считаю, что оно, конечно, заслуживает золотой медали, потому что, действительно, красная дорожка – это о том, чтобы поражать умы и воображение людей, это о том, чтобы создавать какие-то образы, которые совершенно невозможно надеть в обычной жизни, это именно про это красная дорожка. Это сумасшедшие бриллианты какие-то миллионные, это какие-то невообразимые платья, это все про это, это, в принципе, и есть идея красной дорожки. Еще раз повторюсь, что меня как бы Каннский фестиваль, я за это очень благодарна ему, потому что там, действительно, были наряды, которые заслуживали внимания и которые, действительно, вернули нас в допандемийную жизнь, когда роскошь была на красных дорожках, когда артисты выглядели шикарно, когда это было нормально, выходить в колье за миллион евро и, в общем-то, блистать в шапардах и кортье. Я вообще человек старомодный, поэтому для меня очень непонятны и несложно объяснимы все эти новые веяния. Я их не очень принимаю, я их не очень люблю, мне они не нравятся. Я люблю то, как было раньше, мне нравится старая мода, мне нравится то, то, к чему мы привыкли, то, как было когда-то и, в общем-то, может быть, в этом проблема моя, потому что я уже, так сказать, возраста такого, что мне очень трудно поменяться и перестроиться, но тем не менее. Я благодарна Каннскому фестивалю за то, что он вернулась в старые добрые времена, когда артисты выходили в шикарных нарядах, когда каждый выход, каждая актриса, это было шоу, это было прекрасное зрелище и, в общем-то, на мой взгляд, так это и должно быть. Все. Видео получилось, наверное, очень длинное. Девочки, я немножко поздно его записала, потому что про это уже все рассказывали про Каннский фестиваль. Я, наверное, последняя, но тем не менее, лучше пост, чем никогда. Увидимся в следующем видео. Люблю, целую. С вами была Аша Дита. Всем привет из Канады. Пока-пока-бай.